ПОЛУЗАЩИТНИК ВОЛГИ Ильдар Бекчентаев 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 Дополнительное время была ближе к успеху, чем соперник. Чего только стоит удар Георгия Заикина на исходе второго большого тайма. Лишь отчаянный бросок голкипера Дмитрия Хомича помешал голу. На этом, правда, подвиги стража пермских ворот не завершились. После нулевой ничьи в серии 11-метровых послематчевых ударов он не позволил забить Даниилу Наговицыну и Радику Хайрулову и вывел свою команду в 1-8 финала Кубка России. Вратарь ВОЛГИ Константин Баранов не отразил ни один из четырех ударов, поэтому после игры Горевал больше всех. Такая игра, может быть, раз в жизни она быть, ну, было очень обидно. Еще в серии пенальти, когда шансы 50 на 50 у команд на выигрыш, то есть это очень сильно обидно было. Переосмыслить случившееся и собраться новыми силами, чтобы снова вернуться в свой чемпионат второго дивизиона. На это у Волги будет 10 дней. 2 октября на выезде она сыграет против клуба «Челябинск». Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды.